Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее Сиванское и июньское утро. Сегодня 17 июня, 18 Сивана. Сегодня 18 Сивана, это 12 день, как Мошера Бейну поднялся на гору Синай первый раз, получая Тору. То есть он был 40 дней первый раз на горе Синай, и как раз 6-7 Сивана, это все слышали голоса Всевышнего, и Мошера Бейну поднялся на гору. И вот сегодня 12 дней, день он на горе, получая Тору. А мы с вами находимся каждый в своей какой-то реальности, и тоже каждый, можно сказать, по чуть-чуть получает Тору. То есть Тору, которую получил Мошера Бейну, а мы сейчас ее получаем через каждый, в зависимости от тех источников, которым имеет доступ. А некоторые вообще не получают, то есть некоторым неинтересно. Есть люди, которые, они себя живут и живут, и им неинтересно, что Бог от них хочет, им неинтересно, что Бог, ну вообще душа, все эти вещи духовные. И я сегодня, как раз утром, меня заинтересовал один вопрос, вчера, вот это так интересно, мне Всевышний, вот как работать, я вам расскажу. Вчера вечером я учил Мишну, которая называется Мишна в Пертьевод, значит, это 4-я глава, 5-я Мишна. Раби Йоханан бен Брока сказал, Раби Йоханан бен Брока, он сказал так. Так, тот, кто Михалель, Михалель это тот, кто оскверняет Шем Шамаем Бесетер, тот, кто оскверняет имя небес в тайне, Нефраим Мемена Бегалуй. С него, значит, оплата с него берется, да, то есть он расплачивается за это открыто, Бегалуй это прям, это открыто. Теперь, Эхат Шогек в Эхат Мэзит Бэхилу Ла Шем. Одинаково Шогек это, Шогек это неосознанно и одинаково злонамеренно в осквернении имени Всевышнего. Такая Мишна. Мишна полностью непонятная, вообще непонятная Мишна, почему? Почему? Осквернение имени Всевышнего это когда происходит это, значит, ну вот кто-то идет против Всевышнего, да, и он это делает, значит, ну вот идет против Всевышнего. Но как можно идти против Всевышнего в тайне, когда никто не знает? То есть если ты идешь против Всевышнего в тайне, то это не называется осквернение имени Всевышнего, это просто ты идешь, ты не выполняешь заповедь или запрет Всевышнего. Если это в тайне, ты один, то тогда здесь нет осквернения имени Всевышнего, если это в тайне. Человек, например, сел в тихушку и съел свинину там, ну или что-то он, или он в тихую взял, значит, и что-то там некошерное съел. Или он украл даже, да, у кого-то. Это не осквернение имени Всевышнего, это нарушение заповеди, не воровать там и так далее. Или человек, например, он в шаббат включил свет, выключил, включил, выключил, включил, выключил, 10 раз включал, выключал в тайне. Это не осквернение имени Всевышнего, это нарушение шаббата, но это не осквернение. А как тогда понять то, что сказал Равьоханнен Бенброка? Тот, кто оскверняет имя Всевышнего в тайне, с него спросится потом в открытую. И дальше дается уточнение. Неосознанно ты делал. Неосознанное в осквернении имени Всевышнего расценивается как осознанное. Задумался я. Интересный же вопрос. Непонятная Мишна. Я начал искать. И вот я нахожу объяснение, что речь идет о преступлении, которое совершается в тайне обычно, но в нем участвуют двое. Какое преступление совершается в тайне, но в котором, тем не менее, должны обязательно участвовать двое, это преступление, связанное с... Нет, нет. В котором участвуют двое, которое совершается в тайне. Это, например, запрещенные отношения сексуальные. Запрещенные отношения, например, там, замужняя женщина и так далее. И вот, значит, кто-то, кто это делает, получается, он это делает в тайне, но уже есть кто-то, кто об этом знает. И теперь, если он это делает неосознанно, ему засчитывается как осознанно. Думаю, интересное объяснение, да? Ну, такое, как бы, оно объясняющее, но, как бы, я не видел примеров. И тут я буквально вот читаю, значит, после этого заголовки новостей, смотрю, и новость о том, что был такой Эпштейн. Эпштейн, он был миллиардер, еврейский миллиардер, который, значит, его обвиняли в этих преступлениях, как раз из этой сферы. И он, значит, потом его за это должны были судить, и в камере он закончил жизнь самоубийством. Но все говорят, что он не закончил жизнь самоубийством, а что его, значит, его убили в камере, потому что он как раз вот этим всем и занимался. А второе, что была там еще одна, была его помощница, которую судят вместе с ним, которая грозит пожизненное заключение. И там очень интересная история, что она дочка одного лорда, еврея, который стал английским лордом, который очень много сделал для спасения. Первая война, когда государство Израиль возникло, и на Израиль напали шесть армий, арабских армий вооруженных, а ООН, да, прям очень дружественная, хорошая организация, запретили Израиль снабжать оружием, хотели оставить Израиль безоружным против шести арабских армий, то именно вот этот Максвелл, он организовал, чтобы из Чехословатии в Израиль попало оружие. И благодаря этому оружию Израиль победил в этой войне за независимость, и он был таким героем Израиля. Но что интересно, он сам, этот лорд Максвелл, он погиб на своей яхте, его нашли мертвым потом в море, тоже говорят, что его убили. А дочка его, которая была помощницей этого Эпштейна, она сейчас сидит в тюрьме, и ей, значит, грозит пожизненное заключение. И, казалось бы, за что такие страшные наказания, но их всех обвиняют, ну, дочку эту и Эпштейна этого обвиняют именно в преступлениях, которые обычно делаются втайне, о чем здесь говорится, да. Сексуальные преступления разные. И получается, что эти преступления, они очень важны, и Всевышний на них установил большой акцент. И будет дальше у нас в Торе, будет в Торе, когда вызвал Балак, Мавицкий царь, и он был маг, и он вызвал самого сильного мага того времени, Беляма, чтобы он проклял еврестий народ. И этот Белям пришел, и он говорит, ну, он был маг, он говорит, я не могу, я не могу, Всевышний не дает мне, никак не могу. Но он говорит, если вы сделаете так, чтобы они начали заниматься развратом, то тогда, значит, Всевышний от них отвернется, и тогда проклятия подействуют. И получается, что вот то, что сейчас происходит, вот эти вот парады гордости, да, которые называются, это страшная вещь. То есть это то, что снимает защиту, это то, что реально очень сильно вредит и народу Израиля, и всему миру. Поэтому нужно быть вот в этом направлении, очень быть однозначно, высказать свою позицию, что все, что Бог сказал, что это плохо, это плохо. И даже если это называют словом любовь, то это не меняет того, что это запрещено. Запрещены отношения вне брака, да, и запрещены между мужчинами тоже отношения. Поэтому, как бы это ни называли, любовь, парада гордости, нужно понимать, это зло. Это зло, потому что Всевышний назвал это злом. И даже если это раскрашено в разные цвета радуги, то все равно это зло, за которое потом идет страшная-страшная расплата. И на тех, кто это делает, и на тех, кто это поддерживает тоже. Мы видим это вот как раз из всех этих событий. Хорошо. Теперь переходим дальше к изучению. Это я привел как пример. Когда тебя действительно интересует Тора, когда тебе интересно понять, что Всевышний от тебя хочет, и когда ты интересуешься, действительно, ты хочешь быть в глазах Всевышнего правильным, прямым, то тогда Всевышний тебя открывает. Он дает тебе знания, он дает тебе уроки, он дает тебе подсказки, он дает тебе объяснения. То есть главное это намерение человека. Если намерение познать волю Всевышнего для того, чтобы ее выполнить, то Всевышний даст все возможности для того, чтобы эту волю познать, и для того, чтобы ее выполнить, и для того, чтобы получить награду. Это цель Всевышнего. Дать награду за то, что человек стремится к Всевышнему и выполняет его волю. И чем больше трудностей при выполнении воли Всевышнего, тем больше награда. Так Всевышний устроил систему. Теперь, дальше, мы изучаем книгу Айом-Йом, и в этой книге, в этой книге на 18-й Осивана написано так, что в наше время, наше время называется время шагов Машеха, то есть мы сейчас живем, когда уже слышны шаги Машеха, что вот-вот он откроется, и наступит этап самых больших чудес, и вот все, вот оно уже. Духовность сейчас, она, она прямо усилится в сотни раз, и те, которые, которые шли к Богу, они как раз получат прямо такой прорыв в духовном своем развитии, а те, кто не шли к Богу, они от этой духовности повышенной, они сгорят, как сгорают, как пробки вылетают из сетей, когда большое электричество, также те, кто не стремились ко Всевышнему, то они, конечно, от этого будут страдать. И вот, получается так, что в наше время обязанность каждого из евреев, надо помнить, что евреи военно обязаны в служении Всевышнему и обязаны соблюдать все заповеди, 613 заповедей, обязанность каждого из евреев беспокоиться о благе другого, стар он или молод, пробуждая его возвратиться ко Всевышнему. Это самое большое благо для человека, возвратиться ко Всевышнему, чтобы не был он отделен, не дай Бог, от общины Израиля, которая вскоре удостоится с Божьей помощью полного и окончательного освобождения. Значит, теперь вот здесь у нас, как бы, есть указания для евреев, есть указания для всех людей, что важно, невероятно важно пробуждать других к служению Всевышнему. Как это делать? Всевышний это делает через страдания. К сожалению, Всевышнего, есть известная метафора, как это делает Всевышний, когда один человек, он с чемоданом денег захлопнуло его на крыше. И он, значит, у него чемодан денег, пачки прямо упакованные по 10 тысяч долларов, и он, значит, кричит с крыши, него не слышат люди, люди все идут по своим делам. Он кричит им, я на крыше замерзаю тут, достаньте меня. Все вообще даже голову не поднимают, никто не слышит. Он начинает кидать почти денег. Падают почти денег, люди хватают деньги и убегают. Почти денег, люди собирают деньги, но не смотрят, откуда идут деньги, на крышу не смотрят. Он уже пораскидал все почти денег, никто его не замечает. Он тогда берет камни, начинает камни кидать с крыши. Первый же камень кому-то попал по голове, этот человек поднимает голову, кто меня кидает? Камни, увидел его, а это он, это он, значит, и его с крыши сняли. Так, примерно эта же метафора работает в жизни. Когда Всевышний дает человеку все, дает ему радость, дает ему благополучие, дает ему здоровье, дает ему деньги, дает ему работу, дает ему все, человек на небо не смотрит. Он говорит, вот я красавчик, какой я вообще молодец, вообще просто, дайте мне еще денег, еще денег, еще больше удовольствия, еще больше. А кто дает? Не знаю, я сам, я сам же все делаю это, я все заработал, все мое. Теперь, но когда Всевышний дает страдания, тогда человек поднимает голову, говорит, за что, за что ты мне Бог даешь страдания? Я же хороший, я же ничего не делал, я же, это не я, это мне несправедливо дали камнем по голове. Всевышний говорит, нет, задумайся. Если ты думаешь, что несправедливо, найдите еще один камень, найдите еще один камень. А если человек понимает и говорит, да, действительно, где-то я не туда заехал, что-то я не так сделал, что-то я, ну вот, наверное, это же так неприятно, когда там мне делают зло, да? А может, я кому-то тоже делал зло, может быть, я где-то не туда зашел. И тогда вот это способ, как Всевышний приближает нас к Богу. Должны ли мы действовать так же по отношению к другим людям? Я слышал на той неделе в субботу объяснение, что не должны. То есть, если мы хотим привести людей к служению Богу, значит, что такое Бог? Это любовь, это радость, это счастье, это добро. То мы должны действовать, несмотря на то, что Бог действует через страдания, но мы сами не можем так действовать через страдания, потому что мы не можем взять другого человека и палкой его избить и сказать, ну что, типа, не хочешь на ороте Торы ходить, не хочешь молиться, а я сейчас тебе тогда ноги поломаю. Это непонятный путь. То есть, он спрашивает, почему? А Бог добрый, Бог веселый, Бог радостный, это же такое счастье служить Богу, это любовь. Поэтому, если ты не пойдешь сейчас в синагогу или молиться Всевышнему, я тебе ноги сейчас поломаю. Такой путь не годится. То есть, этот путь, ну, не очень, мне кажется, сработает. То есть, это как раз и был хидуш, как бы такая идея любавческого рэба, что в нашем поколении мы можем приводить людей к Всевышнему только через путь любви. То есть, к любви через путь любви, но никак не через путь страдания. Но Всевышний продолжает приводить через путь страдания. Он знает, к каждому по какому пути подойти. Хорошо, но для нас главное это не быть безразличными к судьбам других людей, а приводить их к вере во Всевышнего. Дальше. Как это сделать? Вот вторая книга нам, обретение неба на земле, дает методологию, как это делать. Значит, говорит нам эта книга так, что уверенность в себе, то есть, человек может сказать, а как я буду на других влиять? Я не уверен в себе, я сам еще не достиг каких-то больших результатов. Я там, я кому-то обращусь, а он мне скажет, ты че вообще ко мне обращаешься? То есть, человек может сказать от неуверенности в себе, он не говорит с другими о Всевышнем, не приближает их к Торе. Теперь нам ответ на этот вопрос дает книга «Обретение неба на земле». Уверенность в себе, говорит эта книга, свойственна, скорее всего, истинно смиренным людям. Моисей Машарабейну был самым смиренным человеком. Тем не менее, у него хватило уверенности в себе, чтобы стоять перед могущественнейшим из земных влады, перед фараоном, и говорить ему «Отпусти народ», значит, с ним спорить и так далее. Он был достаточно уверенным в себе, чтобы даже перед Богом предстать и с Богом спорить и Богу давать советы. И при этом Бог его называет самым скромным человеком, и сам он себя не считал важным. Как это сочетается? Его уверенность в себе и его скромность, и то, что он себя не считал важным. Ответ в том, что уверенность Моисея в себе не была самоуверенностью. Есть разница, есть самоуверенность, когда я верю в себя, самоуверенность. И есть уверенность. Он осознавал себя лишь орудием Всевышнего, орудием Бога. То есть он себя воспринимал как инструмент Всевышнего, а власть Всевышнего безгранична. Самоуверенность, она ограничена тем, что ты веришь, что ты можешь или ты не можешь. Но если вы верите в единого Бога, пославшего вас сюда, в этот мир, и делаете то, что должны делать, уверенность не имеет пределов. То есть тогда уверенность во всем. Это не уверенность во мне. Если я делаю то, что Бог мне сказал делать, Бог меня послал, то тогда это безграничная уверенность. Значит, например, давайте переведем на жизненный пример. Например, приезжает кто-то на переговоры в другого государства. Он едет от... Его посылает с посланием глава того государства. И глава того государства, у него только у одного на земле есть атомное оружие. И он говорит, значит, передайте то-то и то-то. И этот человек идет, и он передает слова того, кто его послал. И он знает, что за ним атомные подводные лодки, атомные там, ну, ракеты и все такое. То он говорит то, что ему сказали сказать. Чего ему волноваться-то? Ему нечего волноваться. Он пришел, передал, ушел. Вот то же самое же из человека, который чувствует себя, что он посланец Всевышнего. У него есть шлихут, то, что называется шалех, это посланец, да? Он выполняет волю того, кто его послал. И тот, кто выполняет волю Всевышнего, так ему, конечно, он должен быть уверенным. Если не получилось, значит, не было на то воли Всевышнего. Значит, Всевышний так его послал, но раз не получилось, значит, Всевышний не хотел, чтобы пока получилось. Значит, рано пока. Значит, если Всевышний дальше посылает, идешь дальше. Если пока не случается, значит, пока Всевышний не хочет. И ты спокойно живешь, выполняешь волю Всевышнего. Если ты выполняешь свою волю, тогда тебе нужна самоуверенность. Ты должен думать, что твоя воля, твои расчеты, твои выкладки, они правильные. А кто сказал, что они правильные? Не факт, вообще не факт. Поэтому намного более спокойный и уверенный способ жизни, когда ты выполняешь волю Всевышнего и наполняешься уверенностью от Всевышнего. И в чем выражается скромность? Что ты свою волю убираешь перед волей Всевышнего. Это как раз настоящая скромность. Значит, и сегодня у нас отрывок в недельной главе. Тут я тоже одну вещь заметил, которую хочу с вами поделиться. Значит, здесь говорится о том, что Бог сказал Моше, чтобы он передал народу Израиля, скажи сынам Израиля, когда они придут в землю, которую я привожу их туда. То есть, он только что им сказал, что они на 40 лет уходят в пустыню. Но он тут же говорит Машарабену, передай им, что когда они зайдут в землю через 40 лет, то тогда, когда будете есть от хлеба этой земли, поднимите мне возношение Господу. Здесь объясняется заповедь приношения, это хала, кусочек теста. Когда ты делаешь тесто, чтобы печь хлеб, то кусочек этого теста, это как возношение Всевышнему. Трума называется. Теперь, значит, это все интересно, рассказывается, как это делать. От начатка теста дайте Господу во все поколениях. До сих пор, когда пекут шабатние халы, то возносят вот этот кусочек, сжигают его в печке. Теперь, а если вы впадете в заблуждение и не исполните все эти заповеди, которые Бог говорил Машарабену? И здесь дальше идет очень интересная такая вещь. Значит, все, что повелел Бог вам через Моше, и если вы не будете это исполнять в поколениях ваших, то будет. Если от глаз общины скрыто и содеянно было по недосмотру, то принесет вся община одного молодого быка во все сожжения. И тут возникает вопрос, как это может быть, чтобы вся община согрешила по недосмотру? Что за недосмотр такой, что все согрешили по недосмотру? И здесь вот интересно объясняет нам устная Тора, если глазами, то есть главами общины... Значит, кто управляет общиной? Общиной всегда управляют люди, которые поставлены над общиной, то есть лидеры, руководители общины. И тогда получается, что община слушает, а они могут, эти лидеры могут ошибиться, и они ошиблись в выполнении какой-то заповеди. И они сказали, что вот можно, например, заниматься идолопоклонством, это, мол, не идолопоклонство, если мы сделаем так и так. Вот, например, когда Яровам стал царем над десятью коленами, он сказал поставить двух идолов в... Одного поставил, не помню в каких городах, он поставил двух идолов в золотых тельцов, назначил им опять коинов, левитов из десяти колен, и народ начал служить. Ведь народ-то, он же ведомый, народ же идет за теми, кто его ведет. Получается, что народ согрешил по недосмотру. Они думали, что... Они идут в храм, они думали, что они служат. Им сказали, вот вам коины священники, вот вам левиты новые, да, назначили. И, значит, очень был... Идол Михи было тоже, вот был Миха такой, который целую там комбинацию придумал, как, почему этот идол Михи, он настоящий, там, это служение Богу. То есть он сделал такую комбину, что те, кто за ним пошли, думали, что они служат Всевышнему. Был такой, например, Шабтай Цви, который делал чудеса, и он говорил, что он на шиях, и люди там думали, что он на шиях, делал чудеса. Потом он начал потихоньку отменять заповеди, тут можно то, тут можно это. Потом, опять же, он узаконил разврат, и он сказал, и это был точный знак, что он уже не машех. Но люди, которые шли за ним, они же не знали. И потом, когда он объявил, что он машех, и турецкий султан его арестовал, он принял ислам. Принял он ислам, и что интересно, около 200-300 его последователей из семей приняли ислам за ним. Настолько люди ведомы, что они настолько вот себя подчиняют лидерам, и настолько они подчиняют себя, вот им нужен какой-то лидер, который их ведет, что получается, что то, что здесь написано, что вся община может согрешить неосознанно по недосмотру, и за это Всевышний прощает. То есть тут написано, как принести жертву Всевышнему, когда в храме были жертвы, принести очистительную жертву. И прощено будет Ванислах, Локоль, Ададн, Исраэль, и будет прощено все общины сынов Израиля, Велягера, Гарбетухам, и Геру, пришельцу, который живет среди них, Тилеколь, Амбешгага. Потому что весь народ согрешил Бешгага неосознанно, по недосмотру. Такое тоже бывает. Вот у нас вот такая вот идея. Поэтому нужно очень стремиться ко Всевышнему, молиться, чтобы Он открыл, каждому из нас открыл действительно, что Он от нас хочет. Открыл нам правильные, вот основные, хотя бы основные заповеди, чтобы мы не ошибались. Потому что мы видим, что можно, идя за лидерами, ошибиться очень сильно. Поэтому нужно идти только за Всевышним, молиться от всего сердца, чтобы Всевышний вам открыл правильные пути служения, и Всевышний вам откроет правильные пути служения. Все, всем Божьим благословений, в здоровье, в благополучии, в шломбайте, в мир, в семье, чтобы был мир во всем мире. Если в душе каждого из нас будет мир, то будет мир и вокруг. Все, всем удачи, успехов. Шаббат, шалом. И шаббат это как раз день тренировки шалома. Все, всем удачи, успехов. Счастливо.